Девушки отдыхают Ваш двоюродный брат придумал для вас очень обидное прозвище. И что еще хуже, он называет вас так перед вашими друзьями. Вы попросили его прекратить, но ему очень нравится видеть, как вы краснеете. Что вы предпринете? В местной таверне активно обсуждают группу людей, которые называются телепаты. Их наняли короли города-государства. Ходят слухи, что эти телепаты могут читать мысли людей и нужны для того, чтобы хозяева знали, говорят ли им право. Как вы к этому отнесетесь? Ваша мать посылает вас на рынок со списком того, что нужно купить. Купи все. Вы обнаруживаете, что торговец случайно живется в вашем доме. Давай, значит, что вы сделаете. Вы были на рынке и увидели, как вор срезал кошелек у дворянина. Дворянин заметил это и позвал стражу. Пытаясь сбежать, вор роняет кошелек рядом с вами. Как ни странно, кажется, никто не замечает мешочка с деньгами у ваших ног. Что вы сделаете? Ваш отец дает вам задание, которое вы ненавидите всей душой. Почистить конюшку. Вооружившись вилами, вы идете туда и по дороге встречаете своего друга, который живет по соседству. Он предлагает вам сделать за вас эту работу в обмен на услугу в будущем на его усмотрение. Что вы ответите? Ваша мать просит вас почему-то печь. Пока вы работаете, горячая труба соскальзывает со своего места и падает на нее. Что вы хотите делать? А в городе пекарь дает вам сладкие рулеты. Вы несете его в уходное место, чтобы съесть, но на вас налетает шайка из трех парней вашего возраста. Главарь шайки требует, чтобы вы отдали ему рулет. Иначе они побьют вас и заберут лакомство сами. Что вы предпримете? Входя в город, вы видите хорошо одетого человека, который убегает от толпы. Он просит вас о помощи. Толпа за его спиной кажется в ярости. Что вы будете делать? Субтитры создавал DimaTorzok